Индивидуальная социальная ответственность или что каждый может сделать прямо сейчас. В предыдущих лекциях мы говорили об устойчивом образе жизни и о том, как каждый из нас влияет на глобальные проблемы нашей планеты. Давайте еще раз вспомним об этом и посмотрим на рисунок из предыдущей лекции. Здесь отображено, как наш потребительский выбор может влиять на общее состояние планеты, так и на отдельные экономические, экологические и социальные проблемы. Именно поэтому в этой лекции мы хотели бы обратить ваше внимание на рекомендации, как каждый из нас может улучшить свой образ жизни для того, чтобы сократить свое воздействие на планету. Мы прекрасно понимаем, что не каждый может сейчас перейти к устойчивому образу жизни, но каждый может начать делать небольшие извинения в своем образе жизни и таким образом сокращать свое воздействие. Мы предоставим вам рекомендации в следующих областях повседневной жизни. Это энергопотребление, водопотребление, продукты питания, напитки, приготовление пищи, стирка и уборка, одежда, транспорт, дети, ремонт и мебель, домашние животные, а также рекомендации для офиса. Энергопотребление. Как вы видите, каждый слайд будет состоять из двух колонок. В первой мы будем перечислять привычки, к которым следует стремиться, а во второй те, которых стоит избегать. Итак, наша первая рекомендация это использование светодиодных ламп. Они хоть и самые дорогие, тем не менее самые эффективные. И в результате эта цена окупается. Также мы рекомендуем использовать энергосберегающие электроприборы. Сейчас их можно отличить по характерной маркировке. Необходимо создавать дополнительную изоляцию и держать терморегулятор на относительно низком уровне зимой. Выключать свет при выходе из комнаты, а также выключать компьютеры и мониторы и другие небольшие электроприборы, если они не используются. Это касается также и зарядных устройств. Когда вы кипятите воду, то стоит наливать ее столько, сколько нужно. Если вы кипятите больше воды, чем нужно, на это затрачивается дополнительная энергия. Таким образом, следует избегать использования ламп накаливания, высокопотребляющих приборов, открывать окна при включенном отоплении, включать терморегулятор на высокий уровень, оставлять включенный свет при выходе из комнаты, а также и другие приборы. Ну и, конечно же, кипятить больше воды, чем нужно. При этом хотелось бы отметить, что не стоит бежать и заменять все свои электроприборы прямо сейчас, так как нужно помнить, что на их производство также затрачиваются ресурсы. Именно поэтому попробуйте сделать рациональный выбор и просчитать, имеет ли смысл заменять тот или иной электронный прибор. Водопотребление. Здесь в первую очередь мы рекомендуем использовать фильтры для воды и ни в коем случае не покупать бутилированную воду. Принимать душ, при этом менее чем за 5 минут, если это возможно. Выключать воду, когда вы чистите зубы или намыливаетесь. Ведь ученые подсчитали, что если мы не выключаем воду, когда чистим зубы, мы затрачиваем около 30 литров воды. Также стоит использовать туалеты с низким расходом воды, а также вентили и душевые головки с низким расходом. И не забывайте регулярно следить и устранять протечки воды в вашем доме. Именно так теряется большое количество воды. Таким образом мы рекомендуем избегать принимать ванну или принимать душ очень долго, чистить зубы при включенной воде, использовать туалеты, вентили и душевые головки с высоким расходом воды. Продукты питания. Покупайте продукты питания местного производства и питайтесь по сезонам. Таким образом вы сократите издержки на транспортировку овощей и фруктов и других продуктов питания в ваш регион. Спускайтесь ниже по пищевой цепи, то есть ешьте больше овощей и фруктов. Таким образом вы сократите свой экологический след. Ведь на производство мяса всегда требуется большого количества ресурсов. Если же вы едите мясо, то старайтесь потреблять белое мясо, то есть избегать, например, потребления большого количества говядины, так как она относится к красному мясу. Покупайте органические продукты или рыбу со значком MSC. Покупайте свежие продукты, так как если вы покупаете замороженные или консервированные продукты, на их производство также затрачено большое количество ресурсов. Выбирайте справедливую торговлю, если вы видите ее на прилавках своих магазинов. Делайте компост, не выбрасывайте продукты понапрасну. Ну и если же вы отправляетесь в магазин, не забудьте взять с собой сумку или авоську, чтобы не брать пластиковые или бумажные пакеты в магазинах, часто выдаются бесплатно. Напитки. Как мы уже говорили, избегайте покупать бутилированную воду. Используйте многоразовые бутылки, если вам нужно взять с собой воды. Используйте многоразовые фильтры для фильтрования воды. Если вы регулярно варите кофе, выключайте кофеварку как можно скорее. Пейте натуральные соки, которые произведены недалеко от вас. Так вы экономите ресурсы. Также выбирайте по этой же причине вино и пиво местного производства. Ну и если вы любитель коктейлей, избегайте пластиковых трубочек и прочих элементов декорации. Это всегда создает дополнительный мусор. Всегда при выборе напитков думайте об упаковке. Это не только сократит воздействие на окружающую среду, но и также поможет вам сохранить ваше здоровье. Ведь пластиковая упаковка всегда является небезопасной. Приготовление пищи. Покупайте технику с меньшим потреблением электричества, если вы решили приобрести что-то новое. Как я уже говорила, существует маркировка, на которой вы можете понять, насколько эффективна та или иная техника или прибор. Держите холодильник с не очень низкой температурой и регулярно его размораживайте, потому что если его регулярно не размораживать, холодильник будет потреблять больше энергии. Включайте духовку за 4-5 минут до выпечки и не раньше. Готовьте в легкой посуде. На ее разогрев затратится опять же меньше энергии. Закрывайте кастрюли крышками, иначе ваша энергия просто уходит в воздух. И мы производим дополнительный водяной пар, который, как мы помним, также является и парниковым газом. Не грейте пищу в пластике в микроволновке. Это в первую очередь небезопасно для вас. Попробуйте избегать пластиковых контейнеров. Выбирайте стеклянные контейнеры. Если же вы все-таки покупаете пластиковую упаковку, то обратите внимание на маркировку. Самое безопасное для человека является маркировка 4 и 5. Если вы отправляетесь на пикник, выбирайте многоразовую посуду. Так вы действительно сократите количество производимого мусора. Стирка и уборка. Попробуйте использовать веник вместо пылесоса. Покупайте экологически доброжелательные моющие средства. Сейчас они появились на рынке. Вы всегда можете прочитать большое количество статей в интернете по поводу того, как сделать рациональный выбор и найти действительно те моющие средства, которые безопасны для окружающей среды и вашей семьи. Стирайте при низкой температуре, если это возможно. Так вы сохраните энергию и ваша одежда будет жить дольше. Сушите одежду на улице, а не в электрической сушилке. Используйте стиральные и посудомоечные машины только при полной загрузке. Помните, что посудомоечная машина действительно экономит количество потребляемой воды. Но при этом она является самым главным потребителем электричества в вашем доме. Поэтому стоит загружать ее полностью, когда вы начинаете мыть посуду. При покупке моющих средств также помните о тестах на животных. Сейчас существует маркировка, которая говорит о том, что при производстве не использовались тесты на животных. Не выбрасывайте мусор в раковину или туалет, если они не могут разложиться в природе, потому что этот мусор отправится в нашу реку, а потом и в океан. Также мы рекомендуем избегать использования ополаскивателей и других химических средств, которых можно избегать. Пересмотрите свои потребности в дополнительной химии. Подумайте, могли бы вы существовать без использования этих средств. Продолжение наших рекомендаций прослушайте в следующей лекции.